Третий день в Химках продолжают генеральную уборку после зимы. В этот раз коммунальная техника, подметальные, уборочные, поливомоечные машины и тракторы, наводят чистоту в сквере Марии Рубцовой. В рамках месяца чистоты мы убираем с газона старую листву, мы промываем дорожки со специальным средством, шампунем. У нас будет произведено кронирование деревьев и уборка сухостоя. Оценить качество уборки в сквере имени Марии Рубцовой и пообщаться с рабочими приехал глава Химок Дмитрий Волошин. Как жизнь? Здоровая. Нормально все? Ну, нормально. Как нормально все, зарплата? Ну, нормально. Все в порядке? Да, конечно, в порядке. Все, давай, спасибо тебе. Самые главные люди. Дворник. Ежедневно в парке работают около 20 дворников. Они убирают мусор, расчищают снег, рыхлят почву на газонах. Как говорят сами рабочие, так земля начинает дышать и быстрее зеленее. Дмитрий Волошин отметил, что нужны дополнительные зеленые насаждения в парке. Например, хвойные деревья. Что здесь нужно одну большую красивую ель посадить. Место есть у нас? Вот туи там и сажали. Видишь, как они выросли уже. А сажали-то еще маленькие? Да, да, мы маленькие. Смотри уже сколько. Глава Химок отметил, что необходимо привести в порядок и военные экспонаты, которые есть в парке. Их уже отмыли после зимы и готовят к покраске. Освежат и другие элементы парка. Урны, лавочки. Приведут в порядок детские площадки. Сейчас вы просто готовите, да? Да. Мы сейчас просто подготавливаем ее как раз для шлифовки и покраски. Параллельно в парке активно моют памятники и мемориалы. Затем пешеходные дорожки. Их планируют помыть чуть позже, когда ночные температуры стабильно будут выше нуля, чтобы избежать травму пешеходов. Мы с вами в сквере Марии Рубцовой. Мы прекрасно помним, что эта женщина отдала большую часть своей жизни и химком в части жилищно-коммунального хозяйства. Тотальная мойка, уборка, листвы, подготовка под покраску, садовой мебели. Также здесь стоит техника. И эта техника нуждается в ремонте, в окрашивании. Отдельное внимание Марии Рубцовой. Всегда персональное с точки зрения содержания. Сейчас смотрим, и весь месяц здесь будут вести с работы. Жители окрестных домов довольны активной работой коммунальных служб. Напомним, что месяц чистоты и порядка продлится до конца апреля.